Еще раз о том, почему мы не видим кварки в открытом виде, почему они не доходят до наших регистрирующих приборов. Один аргумент я привел – это растущий потенциал взаимодействия. Чем дальше мы отводим их, тем сильнее они взаимодействуют, и в конце концов мы их не можем развести. Но более наглядная и более реалистическая картина состоит в следующем. Вот здесь изображены два кварка. Между ними образуется струна или что-то наподобие струны глионного поля. Глионное поле связывают эти кварки. Справа обозначено, что эти кварки, столкнувшись там при взаимодействии от дронов, получили большой относительный импульс и расходятся друг от друга. Между ними натягивается глионная струна. То есть между ними образуется это глионное поле, которое не позволяет им уходить далеко. Нижняя строчка продолжает эту историю. Мы все пытаемся растянуть кварки, потому что они получили большой относительный импульс. Поле между ними становится все более и более сильным, потенциал растет, и струна рвется. Струна рвется, и в точке разрыва образуется кварк-антикварковая пара, то есть рождается мизон. Таким образом, попытка развести кварки в данном случае не реализуется, потому что глионное поле поляризует, как говорят, вакуум, то есть вытаскивает из вакуума кварк-антикварковые пары. Вакуум – это же физическая сложная очень среда, и там есть все, что угодно, все, что в мире есть, есть в вакууме, представлено в виде виртуальных состояний. И вот сильное глионное поле поляризует, как мы говорим, вакуум вытаскивает из него то, что там есть, делает это то, что там было виртуальным, незаметным, невидимым, делает это реальным, и у нас образуется в результате один из мизонов. На этом мы истратили энергию. Мы продолжаем растаскивать кварки, но эта история повторяется. Как только поле достигает достаточно высокой напряженности, опять пробивается вакуум, и рождается новая частица, и так далее. И, наконец, мы истратим всю энергию, так и не удалив кварки на бесконечное расстояние. Они оказываются связанными глионным полем, но теперь вся энергия перекачалась в раздившиеся новые частицы, в частности в мизоны. Это явление было известно и до кварковой физики. Когда два ядра урана на ускорителе приближают на малое расстояние, электрическое поле там достигает тоже очень большой величины, и происходит пробой вакуума электромагнитным полем. Вакууме рождается электрон-позитронная пара. Это наблюдается сейчас на ускорителе в Дубне. Это такой замечательный эффект, демонстрирующий, что вакуум – это сложная материальная среда. Ну и, наконец, аналог, в котором все мы в этом мире знакомы. Это, если создавать большую разность потенциалов просто в воздухе или в другом диэлектрике, то в конце концов происходит пробой. Молния вот из облаков на Землю распространяется, если электрическое поле очень большое или между облаками. Либо в лаборатории мы эти искры наблюдаем. Что происходит? Когда электрическое поле очень велико, оно вытягивает из диэлектрика электрон. И образуется электрон и йон. Электрон под действием этого электрического поля распространяется в диэлектрике, скажем, в воздухе. И выбивают другие электроны, образуется искра, молния или искра. То есть это явление хорошо известно. То есть явление диссипации, рассеяния слишком большой энергии, если мы ее пытаемся создать локально. Ну вот и в нашей физике это оказалось, картинка вполне востребована и очень хорошо объясняющая, что же происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok